778 атаки, 727 брони и 1324 здоровья. У героя средняя мана и редкий навык. Наносит 485% урона цели. Этот урон обходит прислужников цели. Все враги, у которых есть стражи, получают урон песком 315 в течение трех ходов. Привычная связь стихии. Для героев святыни призывается страж с 5% здоровья и 10% атаки от героя. У Урины врожденный иммунитет от захламления песками. А теперь в этом обзоре давайте я расскажу вам, почему этот герой имбалансен, чем он хорош и почему это плохо. И главное, какая судьба ожидает этого героя. Я просто не могу обойти такую тему, как сравнение Гевьон с Уриной. 772 атаки Гевьон против 778 Урины. И ульта, имеющая разницу всего лишь в 15%. По логике, по логике, Гевьон должна бить сильнее. Но почему-то это не всегда так. Так как Урина порой бьет просто неадекватно на 20-10% выше. Итак, с точечной ультой мы разобрались. Уроны без бронерезов и баферов там могут быть вплоть до 9 сотен. А имея стихийного бронереза, а также бафера на атаку, мы и вовсе имеем до полутора тысяч урона. По одной, мать его, цели. Полтора косаря. И это еще в обход стражей. Алло. Прием. Чувствуете? В воздухе витают нотки Телурии. Но ведь и это не все. Помимо этого удара, все враги, на которых был страж, получают горение песком на три хода. Что автоматом, даже несмотря на поле, будет разбивать спокойно по два стража на каждом герое. Где там ваш Гримбл? А, нашел. Его кинули на прошлой станции декабрь 19-го года. Вы скажете, ну ведь Евьон быстрый, а Урина средний. Ну, во-первых, да, вы правы. А, во-вторых, последний раз, когда выходил более-менее адекватный ГМ, это было в середине прошлого года. И то у меня язык не поднимается, чтобы назвать Малоси или Кларису хоть близко похожими на Урину. С момента его выхода на бете я все ждал, фиксанут его в феврале или все-таки забьют. Ну, ответ очевиден. Забили. Как же мне резюмировать в целом атакующий потенциал Урины? Первое. Очевидно, что герой имба, но только при наличии 23-х отрядов на ману. Без них забудьте. С 23-ми отрядами этот герой приблизился максимально к Гевьон. И разница в наборе ими ульты всего лишь в одном камне. Второе. Уж слава богу, но Урина не является топ-танком, какой в свое время релизнулась Телурия, несмотря на мои крики, шо это жопа размером с галактику. И третье, выходящее из всего этого. Героя могут фиксануть. Он может одной ультой внести условно косарь урона абсолютно без поддержки. И после этого еще по 500 урона песками каждому на ком висит страж. Хоть даже самый залупинский от связи стихии. Это не важно. Главное условие наличия стража. В атаке герой очень имбалансен и очевидно, что у тех, у кого нет отрядов и у кого они есть, это просто небо и земля. Колоссальная разница. Но про фикс я еще поговорю в конце. А сейчас мы переходим к обороне. Одна из особенностей урины в обороне, помимо связи стихии, это то, что герой получает отхил 50 здоровья, если на нем уничтожают стража. То есть де-факто мы имеем 70 здоровья, когда призывается страж от связи стихии. И если его уничтожают, это отхиливает 50 здоровья. Эти два нехитрых действия дают 120 здоровья бонусом этому герою после его ульты. И опять-таки это может вытащить урину с того света. И прямо сейчас я дам вам этот фрагмент. Субтитры сделал DimaTorzok Атака для обороны вкупе с навыком зашкаливает. Достаточно увидеть, какие цифры вносит урина в атаке, чтобы понять, что в защите эти цифры будут выше на 20, а возможно и более процентов. Боюсь представить, какие там будут цифры под Чиэром. Герой не центра, поэтому плечо и края это его места в обороне. Чем раньше он ультанет, тем лучше. Преимущество класса колдун в том, что может замедлить вражеского героя. И это небольшой такой плюс в его копилку. Так как герой просто ебанутый по урону в хорошем смысле этих слов, его нужно качать тупо по атаке, попеременно забирая второстепенные статы в виде брони. Ибо здоровье мы ему поднимем по пути, захватив пару раз здоровье, а потом и перк на это самое здоровье. В итоге мы имеем охерительные цифры урона. А вдобавок ко всему, есть у этого класса еще одна особенность, которая позволит сделать героя юзабельным для тех, у кого нет отрядов 23 уровня. Качаем его на плюс 20, там есть перк реген маны на 4%. И вуаля, теперь вам достаточно иметь 11 отряды на маны. И урина будет псевдо-быстрым заряжающимся с 9 камней по героям. А 11 отряды намного легче качнуть даже с нуля, чем качать 23 конкретно для него. Идеально в тандем к нему зайдет Леонида с костюме. Я даже боюсь представить эту связку. На титанов берем, так как во-первых там крутой урон, а во-вторых я не придумал, потому что на титане от него можно получить только урон с камней, ну и косарик другой с ульты. Налеты 10 из 10, оборона 8 из 10, титаны 8 из 10 и сложность управления 2 из 5. Касательно фикса или ребаланса героя в будущем, я не буду уверять вас в том, что он будет. Но и отметать эту версию тоже нельзя. Мы уже напоролись на подобное отношение с такими героями как Теллурия и Вэлла, которых каждый день кидала по разным сторонам ринга. Поэтому 100% гарантий я вам не даю. Этот обзор вышел с двух позиций. Первая, герой имба и качать его нужно обязательно. А вторая, могут наныть фикс для него, а как именно его могут изменить одному финну известно. Поэтому со временем этот обзор может устареть. У Рею могут подрезать как урон песком, так и шотный удар. Может произойти что угодно. Поэтому я могу сказать, смело качайте у Рея, если не боитесь возможных фиксов в будущем. В целом не думаю, что его возможно урезать в полное дерьмище, это очень сложно. Актуален он будет. Если согласен и я тебе помог, обязательно поставь лайк под видео. Подпишись и напиши коммент. Уже играл за него или против него. Как он тебе? А тебе отдельное спасибо за поддержку и просмотр. Если не сложно, репостни обзор. Дальше интереснее. Всем пока!